Всем привет! Меня зовут Григорий, я занимаюсь нагрузочным тестированием в компании Яндекс. И сегодня я расскажу вам про наш сервис Яндекс.Лотестинг. Сервис Лотестинг позволяет проводить нагрузочное тестирование ваших сервисов и приложений в Яндекс.Облаке, автоматически разворачивает всю необходимую инфраструктуру для этого, позволяет удобно запускать нагрузочные тесты и анализировать их результаты. На странице с результатами тестов у нас представлены графики с квантилями времен ответов, HTTP и сетевыми кодами ответов, анализируя которые, можно сделать выводы о том, успешно прошел у нас нагрузочный тест. В данном случае представлен пример отчета, на котором мы видим, что мы на наш тестовое приложение подавали линейно возрастающую нагрузку, и на графике квантили мы видим, что в районе 2000 запросов в секунду у нас приложение деградировало, его тайминги выросли, квантили времен ответов. Также выросли, и мы видим, что на графике сетевых кодов ответов у нас появились таймауты со 110 кодом, это connection timeout, это значит приложение под нагрузку у нас начало таймаутиться. Таким образом, анализируя наш тест, мы видим, что максимальная производительность у нас равна 2000 запросов в секунду. Анализировать результаты тестов можно не только в виде графиков, но и в виде таблиц, и в данном случае представлен пример табличного отчета с результатами тестов. У нас есть таблицы с квантилями времен ответов, таблицы с HTTP сетевыми кодами ответов. На таблице с квантилями мы видим, как агрегированную overall статистику за весь тест по всем запросам, так и отдельно по каждому запросу, если в наших тестовых данных было больше, чем один запрос. Если во время нагрузочного теста у нас есть ошибки, то в таблице с HTTP кодами ответа в данном случае мы видим, что у нас есть 500 кода ошибки, их было примерно 10% из всех запросов. На таблице сравнения мы можем сравнить результаты нескольких тестов. Например, мы провели исследование производительности нашего нового сервиса и хотим сравнить результаты с предыдущими версиями наших тестов, с предыдущими результатами. В этом случае мы можем выбрать необходимые тесты, добавить их в сравнение и на странице сравнения результатов тестов в виде графиков удобным образом наложить одни результаты рядом с другими и анализируя графики распределения времен ответов и графики квантили времен ответов, делать выводы о том, результаты какого теста были лучше, в каком тесте тайминги были быстрее и тем самым сделать выводы, какая из версий сервисов показала лучшие результаты. Анализировать результаты тестов можно не только в виде графиков, но и в виде табличных данных. В этом случае на таблице коммунитивных квантили у нас отображаются агрегированные значения по квантилим за весь тест. Визуально сравнивая результаты двух тестов, также можно сделать выводы о том, какой из тестов, какой из версий сервиса работал у нас быстрее. Если мы проводим регулярные нагрузочные тесты нашего сервиса, регрессионные нагрузочные тесты, то перед нами стоит задача удобным образом анализировать результаты этих тестов. Функциональность регрессии в нашем сервисе позволяет решать эту задачу. Настроив дашборды регрессии и добавив на них графики, мы можем отслеживать за результатами, которые показали очередные нагрузочные тесты. В данном случае приведен пример дашборда регрессии. Левый график у нас показывает максимальную производительность наших тестов, которые мы измеряем каждый день, проводя тесты с линейной возрастающей нагрузкой. И здесь мы видим, что для такого типа графика у нас настроены SLA в районе 92 запросов в секунду. И все тесты, которые показали результаты ниже этого значения, у нас подсвечиваются красным фоном. Тем самым мы выделяем плохие результаты на графике. Правый график у нас показывает кумулятивные квантили на тестах с постоянной нагрузкой. Мы от релиза к релизу следим за стабильностью таймингов нашего сервиса. И мы можем видеть, что во время очередного релиза квантили у нас выросли примерно до 200-400 миллисекунд. Соответственно, 80-95 квантиль. Это говорит о том, что у нас релиз был очередной неудачный, и мы такие плохие результаты также умеем подсвечивать, закрашивая фон вокруг этих результатов. Анализируя графики регрессии, мы можем таким образом своевременно видеть плохие результаты и уже идти разбираться с сервисом, анализировать конкретно причины, которые привели к деградации нашего сервиса. Для того, чтобы запустить нагрузочный тест, нам нужен создать генератор нагрузки. В нашем сервисе мы называем его агентом. Агент, как правило, это инстанс в компьюте, в котором предустановлены все необходимые программы обеспечения для запуска теста и сбора статистики. Также в данном случае приведен пример такого тестового стенда, когда у нас агент запущен в компьюте, и тестовый сервис также запущен в соседнем инстансе в компьюте. Агент подает нагрузку на тестовый сервис, собирает информацию, агрегирует ее и отправляет в сервислоу тестинга. Сервислоу тестинг у нас рисует отчеты с результатами тестов, которые доступны как в онлайне, так и в оффлайне. Если мы проводим нагрузочное тестирование внутри вашей собственной инфраструктуры, вне Яндекс.Облака, в этом случае можно развернуть внешнего агента внутри вашей инфраструктуры, при этом нагрузочный трафик будет ходить внутри вашего контура, а внешний агент будет собирать всю статистику о ходе теста и передавать ее в сервислоу тестинг. Тестовые данные будут отправляться в сервислоу тестинг, при этом вам будет доступна вся функциональность сервисалоу тестинг, вы можете анализировать результаты тестов, воспользоваться функциональностью сравнения и регрессий. Если вы проводите нагрузочное тестирование высоконагруженного сервиса, и вам нужно сгенерировать больше чем 100 тысяч РПС, то в этом случае вам может быть недостаточно производительности одного агента нагрузочного тестирования. В этом случае мы позволяем в нашем сервисе создать мультитесты, которые умеют запускать нагрузку одновременно с нескольких агентов. В этом случае тест синхронно стартует с нескольких агентов и синхронно подает нагрузку на ваше тестовое приложение. Каждый агент агрегирует полученную статистику о ходе теста и отправляет в сервислоу тестинг. Со своей стороны мы умеем агрегировать информацию с нескольких агентов и показывать ее в одном отчете, а также доступна страница с результатами теста по каждому агенту. В этом видео мы с вами рассмотрели основную функциональность сервисалоу тестинг. Если у вас остались вопросы о работе нашего сервиса, вы можете перейти по ссылке на страницу с документацией нашего сервиса, а также присоединиться к сообществу нашего сервиса в Яндекс.Телеграм, задать интересующие вас вопросы. Мы будем рады пообщаться с вами и ответить на все интересующие вас вопросы. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok